Присоединяйтесь в мою группу Дискорд и группу Равлокси, если что, ссылка в описании. Всем привет, меня зовут Влада Подушкина, и сегодня я вам покажу обновленные новых способов фарма алмазов. И сегодня я вам покажу их все и упрощенные, чтобы вам было легче выбрать вам удобный способ. Первый способ для ленивых, но для тех, кто готов ждать, это Сансет Айланд. Там обычно вы делаете костюм по теме и идете отдыхать, и просто надевать их, так когда вылазит удобная тема. Но какие темы будут в Сансете? Можно заранее подготовить костюмы и не париться, когда вам нужно будет срочно одеться. Сейчас я вам покажу, какие костюмы надо заранее подготовить. И я сделала табличку, где уже все написано. Вот эта табличка в отделе с цветами, вам не обязательно делать много костюмов по каждому цвету. Вы можете просто поменять все цвета в костюме. Некоторые уже задолбались не понимать темы, которые у них на данный момент. Но я исправила и вам такую проблему. Вот табличка, где написано, как надо желательно одеваться. Также есть темы, где можно одеться так, как вам захочется. Вот эта табличка, где внесены все темы, на которых вы можете подобрать ваш любой повседневный костюм. Также можно просто подобрать ваш повседневный костюм, где вы можете быть почти АВК, делать уроки или смотреть что-то около компьютера, где вы АВК-шите. Это был способ в Sunset Island. Но если вам срочно надо копить алмаз, то вот вам следующие способы. Простите, что прерываю, но вот комментарий дня. Если ты тоже хочешь попасть в комментарий дня, то напиши любой комментарий. А если ты хочешь увеличить свои шансы, то напиши еще один комментарий. Так твои шансы увеличатся вдвое. Первый срочный способ, где надо фармить уровень и собирать одновременно алмазы. Давайте я вам объясню, что надо делать. Для начала мы идем в новый кампус и там учимся. Но нам надо ускорить процесс. Поэтому во время перемен можно собирать алмазы, которые дают больше, чем обычные алмазы. Есть два способа, по какой очередности надо собирать алмазы. В первом способе очередности вам понадобится этот геймпасс. Геймпасс это платное приспособление в гиграх, которые позволяют вам упростить ваш игровой процесс. Он очень полезен в этом способе. Потому что этот геймпасс позволяет вам летать намного быстрее. Правда он стоит 249 робоксов, но оно того стоит. Вот как он работает. Во время полета у вас есть такая табличка, где можно регулировать скорость. И сейчас я вам покажу, по какой очередности надо собирать алмазы с этим геймпассом. Геймпасс Вот как надо собирать алмазы. А чтобы еще больше упростить себе задачу и заработать по 1000 алмазов за один круг, можно купить эти два геймпасса. В 2 раза больше алмазов и в 4 раза больше алмазов. Эти геймпассы суммируются и дают вам в 6 раза больше. Да, геймпассы не очень-то и дешевые, но зато оно того стоит. Теперь я вам покажу способ подешевле. Вот он. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой у нас был способ. Переходим дальше. Если вы уже накопили на все вещи на Хэллоуэй, которые вы хотели, но у вас остались лишние конфеты, то можно обменять их на алмазы у этой девушки. Вот здесь. Это очень выгодный способ фарма алмазов для тех, кто не может позволить себе дорогие геймпассы. Ведь если вы ей дадите 1000 конфет, то она вам даст 3000 алмазов. Вот так вот. Это все упрощенные способы сбора алмазов, которые я вам могла показать. Если вы хотите узнать еще новые лайфхаки в Royal High, то подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. И я постараюсь что-нибудь еще снять нового. Спасибо за просмотр и всем пока.